ну вот как я вам и обещал вот этот огромный замок который находится в городе альтенбург вот это его один из центральных входов такие на входе статуи думаю что статуи еще со средневековья вот такой вот езжали сюда на конных повозках знаете какая громадина и идем на подъем это стены основного замка территория огромная не помню сколько ну что-то около двух тысяч квадратных метров да ну больше думаю конечно больше но не будем гадать посмотрим уже где-то будет написано вот так вот с этой замку этому сколько лет точно никто не знает впервые был упомянут он 979 году но намного раньше был построен ну под веками он видоизменялся перестраивался вот идем центральному входу желовато подъем такой вот сюда на конных повозках езжали вот такой вот вход он замок этот переходил из руки в руки потому что сам город альтенбург его название раньше было другое это уже он стал называться альтенбургом 1480 году здесь постоянно происходили стычки с чехами то чехи выбивали немцев занимали этот город и замок то опять немцы и так раза три или четыре переходил из руки в руки в руки и перестраивался достраивался здесь есть одна кафедраль которая вот здесь написано Иоганн Сибахе Индершлосс Кирхе здесь есть кафедраль который Бах непосредственно играл на органе в 1950 году а церковь была здесь построена кафедраль в 1739 году вот входим мы на территорию замка еще раз говорю что территория здесь огромная здесь как индивидуальные экскурсии вот она сама церковь Кирха где Иоганн Себастьян Бах музыцировал на органе вот вход туда вот всевозможные экскурсии вообще город Альтенбург в 18 столетии был столицей Саксонии не Дрезден не Лейпциг а вот как раз был этот город Альтенбург и здесь правил герцог Саксонский и здесь была его резиденция это когда когда он так как он состарился ему здесь позволили жить до последних его дней в этом замке пойдем зайдем в одно из зданий замка здесь в замке происходит свадебная церемония потому что это место такое примечательное вон она невеста ну и все гости жених вот еще одна пара жених с невестой вот на таком автомобиле приезжают даже рыбки фонтан был на территории замка ну он так и есть пойдем дальше это парк на территории замка старыми деревьями зайдем дальше вот такая башня на территории замка она служила как и водонапорная наверное и смотровой на территории тоже что то Вот такие Старые здания, ну это, можно сказать, здание новострой Конец XVIII века Да, такое здесь еще здание Проходим такие стены старинные, которым все вымощено Сделано из камня Никакого кирпича еще тогда не было Вот эти все двери, это все оригинально Водонапорная башня Построена в 1561 году Представьте, сколько лет Стоит Стоит Вот этот Вверху, что написано Это как бы личное Как это знак, как он правильно называется Герцога Саксонского Он везде присутствует Присутствует Который здесь был хозяином Долгое время В 1942 году Замок был реставрирован Реставрирован Потому что он был в плохом состоянии Нужна была ему реставрация И при правлении Гитлера Замок был реставрирован И ему был предан статус музея Именно при Гитлере Так он до сих пор и есть Замок-музей Вот я думаю, что в этих Проходили залы Проходили балы Господы Такая вот Такой автомобиль Свадебный Лимузин Да Ему Также требуется Реконструкция И ремонт Но Они Хотят Как можно больше оставить в оригинале Вот эта вот вся лепка Это все оригинал Ну Какие-то мелкие Реставрационные работы Были проведены Но не более Вот смотрите Это уже как Новая реставрация Да И вот Какой оригинал Как было сделано Да Вон там Водонапорная Водонапорная Башня А та Башня Как Наблюдательная Солнечные часы Время показывает Вот У меня Невозможно Понять Невозможно Н2 Ну да Сейчас у меня Время 14 минут 3-го Ну может быть так и есть Видите Тень И вот эта темная Эта тень Как раз Направлена На время Ну вот Как я вам и обещал Посетили мы Замок 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 Артенбургский Идем Вовнутрь Вовнутрь Мы не попали Вовнутрь Попасть Сейчас Масочный режим Там Что-то строго Все Ну Обещаю В следующий раз Ну Попадем туда Посмотрим Что там Внутри Вот Мы Идем Обратно Территория Замка Как я узнал Двадцать тысяч Квадратных метров Ну Все Пока Замок Замок Вот Смотрите На каком фундаменте Стоит Замок На натуральной скале Где Где здесь Эта гора Взялась Здесь Вообще-то Город Он Как Находится На таких Холмах Ну Чтобы Камень Был Гора Редкость Вот Они Нашли Такое место Именно На такой скале Построили Замок Натуральный Камень И Вот Он Стоит Уже Больше Тысячи лет И Ничего ему не делается Вот Она История